Волга Волга – объект для изучения крайне интересный, особенно Волга, построенная в 2000-х. Яркий пример борьбы за потребителя с заводом, с советским, в кавычках, колоритом. Итак, середина 2000-х. Волга морально уже устарела. Перспективная 3102 забыта давно, да и тоже устарела. Построенный на базе 24-ки с некоторыми элементами 0,2-го овцебы газ 31029, конечно, помог газу, но не спас. Если говорить про Спас, то тут, конечно, газель. Но я рассказываю про Волгу. Кстати, если у кого-то есть ранняя газель, очень нужна, пишите в комментариях. Итак, чтобы вы понимали, перед вами машина, спроектированная в 1968 году. Я, конечно, понимаю, что это не совсем корректно, но это факт. Дело в том, что если ползти по родословной, ГАЗ-24, он и прародитель и основная концепция. Не было у ГАЗа денег менять суть автомобиля. Начали менять внешность и начинку. У нас не совсем 3110. У нас 310221. И именно сарай нагляднее всего может показать, какой трэш творился на заводе. Скажем, передняя часть. Визуально с натяжкой. Модная для двухтысячных. Новая оптика. Ну как новая? Поворотники стали светлыми. Капот. Новый бампер. Кстати, это ранний. Позже появилась губа. Решетка радиатора, хоть и пластиковая, но есть китовые усы хром. А дальше рамка лобового стекла и моторный щит. 24-я Волга. Как всегда, на старые кости натянули новую кожу. Подождите про сарай. Еще про двигатель. Это новинка. Ну, опять же, от другой перспективной модели ГАЗ 3105. Пятак не родился, а движок вот он. По тем временам передовой для нас. Рядная четверка. Объем 2284 кубических сантиметра. 16-клапанный двигатель ЗМЗ-406-2. Инжектор. Два распредвала. Электронные мозги. Мощность 145 лошадиных сил. 201 ньютон при 4000 в минуту. Тут головка поджата под 95-й бензин. Машина 2006 года. Сделана для одной серьезной конторы. Как сказал владелец, для конторы на три буквы. Для конторы, где внешность не главная, а главное, чтобы помещалось 7 человек. Задняя часть сарая. Это реально сарай. То есть, половина машины из 2006 года, а вторая часть автомобиля из начала 70-х. И так было всегда. Почему-то ГАЗ считал, что старая корма от немолодой бабки лучше новой молодой задницы. Да. Тут даже дверные карты от 2410. Нет. Простора в Волге хватает, как и ожидаешь от пикапа. Но обидно, черт убери. Ничего не изменилось за миллионы лет. Опа. Секретное место под запаску и под всякий хлам. Семиместный салон – это практично. Багажник сарая – притчевоязыцах. 500, если ничего не делать, и 4000 литров, если сложить второй ряд. Грузоподъемность 500 килограмм. Но, сами понимаете, можно еще столько же, если очень-очень надо. Но сарай не был бы сараем, если бы не дворовая магия. Ой, все не так. Все не так. Вот так. И вот так. И плюс. Третий ряд. Ну, нормально. Нормально, кстати. Но залезать я туда не буду. А еще можно сделать вот так. И под каждым кустом нам готов и стол, и дом. Есть, конечно, некий эротизм момента. Вот сидишь ты сзади на галерке, в середине примерно 80-х, и смотришь, как оно будет в 2000-х. Но, честно скажу, сзади в сарае сидеть неудобно. Сарай – это сарай. Пластики, которые не очень плохи. Но их качество теряется на фоне художественной красоты 3110. Все одутловато распухшее, ни одного острого угла. Опачки. А спереди погоня за уходящей автомобильной модой. При этом нельзя сказать, что все плохо. Понимаете? Есть все. О, кнопочки, стеклоподъемники, подлокотник, руль с вот этим, я не знаю, это жук. Глаза, зубы, какая-то скалопендра. Это я уже вам показывал. Модная штука, там прячутся предохранители. Климатическая установка, между прочим. Не АБК кондиционер, а климатическая установка. При этом, в целом, здесь действительно комфортно. Ну, как может быть комфортно в автомобиле 2000 года. У меня претензий нет. Даже, ух ты, заглушки в виде кнопок. Так прикольно сделано. И здесь заглушки в виде кнопок. Ну, чтобы, так сказать, не нарушать целостность восприятия дорогого отечественного автомобиля, который потерял все свои представительские, так сказать, приоритеты. Ух ты, поясничный упор. Ну, звук издает прикольный. Но не работает. Итак. Как будто я нож кому-то под ребро втыкаю. И проворачиваю. Подвеска тут поменялась. Новые тормоза спереди. Дисковые. Суппорта с плавающей скобой. Диски, опять же, пятнадцатые. Колея стала чуть пошире. Изменился кастер. А как звучит? Кастер. Если просто, то тут изменили угол наклона. Вернее, эта подвеска делалась для другой Волги. Но факт есть факт. Шаровый от 105 и гидроусилитель не самая лучшая дружба. Минутку внимания, парни. Опять реклама не реклама. Компания моих друзей. Поэтому, как оценивать это, реклама или не реклама, решать вам. Итак. Silverstone F1 Uno. Уникальная штука. Это и регистратор, и GPS-информатор. И мать его знает что. Но самое главное. Можно управлять жестами. Выключать звук, например. Также взмахом можно включить или выключить дисплей. Но самое главное. Теперь у этой модели есть Wi-Fi. Через него можно обновить программное обеспечение, базы камер, просматривать видео через смартфон. Внутри процессор последнего поколения Umbrella A12 A35, матрица OmniVision, угол обзора 170 градусов, G-сенсорный с тремя уровнями чувствительности монитор, GPS-датчик встроенный, антенна, решетчатый патч-антенна. В общем, половина перечисленного мне непонятно. Но это работает, и мне нравится. Но самое главное, самое главное. Этот прибор уже выиграл участник предыдущего конкурса. Ну так срослось. Он просто приехал на съемку. И сейчас мы его подарим. Но у вас тоже есть шанс выиграть подобное устройство, если вы поучаствуете в следующем конкурсе, который я обязательно придумаю. Переходите по ссылке, помогайте товарищу Потапову зарабатывать деньги. Ну и мне, так сказать, подгонять рекламодателей. Продолжаем. Волга всегда Волга. Машина тяжелая и плавная. Задний мост с рессорами. Кардан с промежуточной опорой. На ходу вибрации практически нет. Ямки, ямочки и ямищи машина проходят на отлично. Сельская грунтовка вообще для нее классная. И сколько бы я ни катался на Волгах, я все равно не могу понять, почему руль смещен влево. Что это за сколиозная посадка? Почему педали смещены? Что водители Волг все должны быть больными? Нет, это не так. Ну почему тогда это так? Перевод еще остановился. Это как надо было мотор установить, что его конвульсии бьют. Вот, посмотрите. Кстати, коробка ступенчатая наша. Хотите услышать корову? Много нареканий, но они из-за обиды. Я все понимаю. Кризис 90-х, 2000-х. Денег нет, но вы держитесь. Лепили из того, что было. Но детские просчеты вдвойне обидны. Не секрет, что качество автомобиля хоть и улучшалось постоянно, но это не делало машину лучше. Но знаете, запах, звук выхлопа мотора, то, как она плывет, это непередаваемый кайф. А если кайф тебя окружает каждый день, ты на него просто перестаешь обращать внимание. Кстати, 12 до 100, 15 литров на сотню. Терпимо. Максималка. Владелец говорит, что можно до 180. Но я быстрее 130 на Волге не ездил, потому что мне немного страшно. Но 170 – это факт. В 2005 году ГАЗ-3110 сняли с производства. ГАЗ-310221 клепали до 2008-го. Кстати, на том же конвейере, где делали 0-2. Машины закупали медслужбы, силовики и госучреждения. На вторичке сарай любили дачники и мелкие предприниматели. Сегодня автомобиль еще активно эксплуатируется в регионах. Причем это касается всех моделей в Волге. Как бы вам нравился или не нравился этот автомобиль, есть одно но. Мое поколение росло рядом с Волгой. И для нас это просто часть истории, не более. Но истории, которую мы уважаем по-своему. Удачи! Ну что, вот победитель конкурса. Все по-честному. Спасибо тебе, Валера, за то, что участвуешь, за то, что подписан на канал. Валера, настало твое время. Шутка стандартная. Спасибо, что избавил меня от похода на почту. Потому что сам приехал, и приятно подарить подарок. Субтитры подогнал «Симон»